Я ничья не кукла и ничей не пехотинец, Рамзан Ахматович, и меня водит только мой разум и здравый смысл. Я свободный человек и планирую остаться свободным гражданином и патриотом России. Томсо, ты говоришь о Кавказском Союзе, по примеру ЕС, Лизгистана, Аваристана, Кумыкстана, Даргестана, Табасарана и так далее. Но народ столько президентов и парламентариев не прокормит. Значит, я говорю про Кавказский Союз, но не уточняю этих моментов, типа Лизгистана, Аваристан, Кумыкстан. Это уже Дагестан, сегодня действующий Дагестан, и поэтому дагестанские народы, они должны решать, в каком они формате хотят быть, остаться как единый Дагестан. В общем, это не мои вопросы, это должны решать они. А что касается, прокормят они или нет, конечно, прокормят. В каждом государстве бывает свой правитель, бывают свои органы государственной власти, и они существуют благодаря той экономике, которая имеется в этом государстве. Это не проблема, друзья. Мы с вами здесь велосипед не изобретаем, весь мир так живет. В этом мире есть очень большие и крупные государства, которые бедствуют. Есть также большие страны, которые живут в избытке просто благ мирских. И есть также маленькие государства, очень богатые и в то же время очень бедные маленькие тоже есть. Поэтому ни от размеров, ни от количества граждан, это не зависит. Все зависит от устройства, от модели. Каким образом там устроена политическая система, государственная система, экономическая, от этого все зависит. Если в наших маленьких государствах будут грамотные менеджеры, грамотные правители, то мы будем жить в достатке, иншаллах. Если же они будут безграмотны и будут вести нас к убытку, то мы будем бедны. Но и при том, и при этом раскладе мы с вами будем свободны. Вот что важно. Ответственность за нашу плохую жизнь мы не сможем ни на кого возлагать. Это уже будет наша ответственность. И исправлять это будем тоже мы. Только мы сможем это исправить. Вот это самая важная, сама прелесть этой свободы. Что ты теперь ни на кого, кроме Аллаха, не уповаешь. Ты уповаешь на Аллаха и сам исправляешь. Сегодня же на Кавказе мы этого не можем делать. Сегодня ты будешь уповать на Аллаха, но исправлять сам ты ничего не можешь. Потому что не зависит это от тебя. Это зависит сегодня от царя-батюшки. Который сидит в Кремле. Он теперь решает, как вы будете жить. Какая будет между вами там, какая у вас будет политическая система, экономическая система, какая модель и так далее. Это все теперь решается там. Вот наша задача, чтобы мы от этого ушли. Чтобы решали мы сами. И ответственной за наши неудачи и также успехи, чтобы она лежала на нас. Что думаешь про конфликт Кадырова и Шевченко? Интересно твое мнение. Кто дал заднее? Ваалейкем ассаляму. Мне тоже эта тема очень интересна. Я как раз хотел это сегодня прокомментировать. Значит, для тех, кто не в курсе. Кадыров написал в своем телеграм-канале большой такой текст. Как обычно, он же любит на любые темы высказываться. Но здесь, в принципе, это касалось непосредственно Кадырова. Потому что после знаменитого инцидента с избиением отца при его ребенке в Атутинках, в Московском микрорайоне, после этого, если вы следили за ситуацией, поднялась огромная волна в СМИ, там начали что-то кавказцы, кавказцы. Потом выяснилось, что это вообще не кавказцы. Кадыров, значит, закусился Симонян, потом дал заднюю, что-то там взял свои слова обратно. В общем, была такая целая история. И после этого кадыровские парламентарии в лице Иудова и других депутатов, они внесли предложение в Государственную Думу России о запрете для СМИ упоминать национальность преступников. Национальность и их место жительства. То есть, говорить, откуда они родом, грубо говоря. И это предложение вызвало споры даже внутри правящей в России партии «Единая Россия», как Навальный любит говорить, партия жуликов и воров. Даже представители этой партии, видные причем представители, депутаты, они высказались против того, чтобы такое ограничение было введено. Ну и, разумеется, не только представители этой партии были, также и другие люди, которые выступили против. И среди вот этих людей, высказавших свое мнение, альтернативное мнение Кадырову, был и Шевченко. Шевченко говорил не из точки зрения, то есть, он уточнил как бы свое мнение. Он сказал, что он считает, что запрещать это нельзя, но как бы акцентировать на это внимание, он считает, что неправильно, но вот законодательно это запрещать нельзя, потому что это уже как бы цензурирование, это противоречит свободе слова и так далее. Так вот, Кадыров после этого написал огромный пост. В этом посте я просто прочту ту часть, которая касалась именно Шевченко. Он пишет, Соловьев, Попов, Шевченко, Дризе, Миркачева, Затуллин, Миронов. Вы бы хоть паузу выдержали, чтобы ваше мнение выглядело более естественно, но каждый из вас решил угодить общему куратору и высказаться как можно быстрее. Передайте вашему кукловоду, что ему достаточно было набраться храбрости, напрямую обратиться ко мне и не использовать для этого десятки средств массовой информации и ньюсмейкеров. Что в этот момент, ну понятно, что это не Кадыров писал этот текст, но он в любом случае его одобрил, и мне интересно у авторов этого текста и у самого Кадырова, что у них было в голове, когда они говорили про некого куратора, которому они пытаются угодить, и про кукловода, ведь о них говорится здесь в негативном ключе, но среди перечисленных людей есть, допустим, Соловьев. Соловьев это вообще прокремлевский, абсолютно пропагандист, это, собственно говоря, этим все сказано. Это путинский, это российский, это кремлевский человек. И если у Соловьева, у Затулина, Миронова и Шевченко, у них если один куратор и кукловод, о котором в негативном ключе говорит Кадыров, кого он имел в виду, я просто теряюсь в этих догадках, что это за человек может быть, или организация, или страна, что ты имел в виду, Кадыров, пожалуйста, хотя бы намеком поясни нам, это было в адрес кого? Путина, может быть, его имел в виду, кого? Или этого Кириенко, кто там отвечает за внутреннюю политику в администрации президента? Или кто там, может быть, Суркова ты имеешь в виду? Ну кого? Понятно же, что это не США, ты наверняка имеешь в виду, говоря про Соловьева, допустим. Меня больше всего вот этот момент смущает, как бы, Соловьев и Шевченко. Кто у них общий куратор? Кто может быть их кукловодом? Ну и, в общем, после этого Шевченко уже ответил, Шевченко вышел в эфир дождя и прокомментировал эти слова Кадырова, и прокомментировал их очень грамотно, очень хорошо, я бы поставил ему, наверное, пятерку за эти слова. Я их зачитаю. Не понимаю, почему Рамзан Кадыров обращается ко мне в таком оскорбительном тоне. Я ничья не кукла и ничей не пехотинец. Вот это вот самое важное, что сказал Шевченко, таким образом прям подколов, уколов Кадырова. Респект, Шевченко. Очень, очень круто. Крутой ход. Я ничья не кукла и ничей не пехотинец, Рамзан Ахматович. И меня водит только мой разум и здравый смысл. Я свободный человек и планирую остаться свободным гражданином и патриотом России. «Указывайте своим журналистам, что им писать и говорить. Мне указывать не надо, тем более в таком оскорбительном тоне. Я против упоминания национальности преступников. Но не потому, что какие-то депутаты это запретят. Потому что это упоминание имеет последствия, которые журналист обязан осознавать. Лучше бы депутаты от Чечни поддержали законопроект о расследовании пыток вовсе». Ну, ответ, конечно, сильный. За вот этот вот отдельный подкол с пехотинцем здесь хочу вообще это выделить. И Шевченко, да, безусловно, конечно же, умеет отвечать. Но я здесь не могу упомянуть, не упомянуть и действия самого Шевченко. Не так давно Максим Шевченко выходил со мной в эфир два года назад, чуть больше двух лет. И в этом эфире выступал адвокатом у Кадырова, у Кадырова-старшего. Кадырова всячески респектовал и Кадырову-старшему, и младшему. И после этого у нас было еще одно включение на BBC, когда мы говорили про строительство мечети. Опять этот Шевченко говорил очень респектабельно в отношении Кадырова. И после этого, когда он в различных эфирах, его просили там как эксперта по Кавказу, да, прокомментировать какие-то действия Кадырова, заслуживающие, безусловно, критики, Максим Шевченко был очень осторожен и аккуратен в своих высказываниях. По всей видимости, Максим полагал, что такое его отношение к Кадырову и представителям его власти обезопасит его от их нападок. Но вот эта вот последняя ситуация показала, что так это не работает. С такими людьми рассчитывать на то, что я буду с вами хорошим, и вы в ответ тоже будьте со мной хорошими, это не работает. Как только где-то вы даже косвенно выскажите какое-то мнение, идущее в разрез с их мнением, они очень быстро по вам пройдутся. Поэтому то, что произошло с Шевченко, мне кажется, это хороший урок для самого Шевченко. И это такая показательная ситуация. И я думаю, я надеюсь, что Шевченко теперь будет, изменит по крайней мере свое отношение к этим людям, свою стратегию, даже не стратегию, а свою тактику, тактику своего поведения с ними. Возможно, это будет на благо в целом российскому обществу подобной дискуссии в СМИ. Так что, в целом, я считаю, что это тоже та ситуация, как и вот в вопросе с этой границей, когда одни сторонники российской власти спорят с другими сторонниками и ненавидят их друга. Мне кажется, вот это тоже такая же ситуация, когда мы с вами должны со стороны просто за этим наблюдать, и ни в коем случае становиться на чью-то сторону здесь нам не стоит. Ни Шевченко в данной ситуации, ни Кадыров для нас не являются там хорошими ребятами. Что те являются сторонниками этой российской власти, что эти. Просто в каких-то конкретных вопросах, касающихся национализма в России, у них происходит раскол. Они начинают друг с другом спорить. А мы с вами просто за этим должны наблюдать. Со стороны. Субтитры создавал DimaTorzok